В эфире программа Актуальное интервью, студия Ольга Руслова. Здравствуйте. Каждый житель России с 1 февраля 2022 года получил право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 гектара в Арктике. Программа Арктический гектар начала действовать в России с 1 августа 2021 года. Но первые полгода земля предоставлялась только жителям арктических районов страны. С 1 февраля получить участок в арктической зоне смогут все россияне. В чем задача программы Арктический гектар и что нужно для ее успешной реализации? Поговорим с Анастасией Голговской, начальником управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Добрый день. Анастасия Владимировна, программа действует с прошлого года, с августа прошлого года. Но я думаю, что не все знают, в чем суть этой программы. Расскажите, пожалуйста, что это за программа, для чего она нужна вообще? Да, я напомню, что с 1 августа прошлого года на территорию арктической зоны Российской Федерации стала распространяться программа дальневосточного гектара, так называемого, которая успешно реализуется на Дальнем Востоке нашей страны с 2016 года. Сама по себе программа привлекательна тем, что гораздо упрощены механизмы получения земельных участков гражданам Российской Федерации и лицам, которые участвуют по программам переселения соотечественников из-за рубежа. Сама по себе программа значительно отличается от тех процедур предоставления земли, которые сейчас существуют у нас в рамках земельного кодекса и значительно упрощает гражданам, в том числе сокращает расходы на кадастровые работы при межевании участков, например. Конечно, мы понимаем, что поскольку это арктическая зона, как и предполагалось, какого-то ажиотажа в рамках этой программы со стороны жителей мы не увидели, но тем не менее на сегодняшний день у нас подано 54 заявки, 41 договор заключен и, в общем-то, медленно, но верно программа в округе реализуется. Конечно, с 1 февраля, как вы правильно сказали, такая возможность появилась уже у всех жителей России, но опять ожидаемо мы здесь не увидели ажиотажа, каких-то вала заявок и интереса со стороны жителей других регионов. Ну, в общем-то, по понятным причинам, поскольку условия севера достаточно суровые для освоения, соответственно, даже наши жители, как вы видите, зная прекрасно все эти нюансы, не ринулись за гектаром в Арктике. Ну, в любом случае, программа действует, территории еще не освоенные, те, которые мы предлагаем к предоставлению. Вот сейчас, на ближайшей сессии, мы планируем на 12 гектар еще эти территории увеличить, поэтому тут, возможно, появится интерес больший, в том числе у жителей и у жителей других регионов. Ну, вот пока ситуация такая, и, ну, вкратце, если кто не помнит, программа заключается в том, чтобы на 5 лет взять бесплатный земельный участок безвозмездное пользование, площадью не более гектара, меньше, конечно, можно. Тоже по виду использования это все должно согласовываться с документами градопланирования с правилами землепользования и застройки, и, соответственно, использоваться по назначению. Спустя 5 лет можно взять либо в собственность, либо в аренду, либо в собственность бесплатно, либо выкупить. Ну, там нюансы, понятно, есть. В основном люди берут либо в собственность бесплатно, вот на Дальнем Востоке, либо в аренду. Где предоставляются у нас на территории Нинецкого округа эти участки? В каких районах? Да, я напомню, что у нас это деревня Куя, Приморско-Куйский сельсовет, и близлежащая с Куи межселенная территория. Это изначально было 1288 гектар на межселенной территории и 5 гектар в Куи. Сейчас вот мы планируем 12 гектар еще в Куи добавить непосредственно на населенном пункте. И из этих 1293 гектара, которая была изначально по программе предусмотрена, из этой территории мы предоставили всего порядка 30 гектар. 29,83 гектара мы предоставили. Это чуть больше 2%. На самом деле, это опять к тому, что не так востребована эта программа, как хотелось бы у нас в регионе. Возможно, это связано с малоинформированностью, но у нас в принципе и в МФЦ мы запускали ролик, и вот сейчас будем уже в соцсетях рекламу пускать. В принципе, у нас для этого Минвостокразвития дал все инструменты. Так достаточно широко эта компания информационная проходила в прошлом году, и на Дальний Восток РФ сайт тоже содержит всю необходимую информацию. Если есть какие-то вопросы, там есть целый раздел вопроса-ответа, там в принципе вся информация по получению участка, по использованию, по каким-то нюансам, которые волнуют жителей, даны ответы на эти вопросы. Ну, мы тоже в принципе консультируем людей по телефону, и на сайте можно задать вопрос у нас через электронную почту. Поэтому здесь тоже информации достаточно, готовы отвечать на вопросы жителей, если они есть. Под что должна быть использована земля? Есть какие-то рамки, которые обозначают, что конкретно на этой земле должно быть? Ну вот из той территории, которую мы предлагаем в программу, то это населенный пункт, это все, что связано со строительством в населенном пункте, если это связано со стройкой. Индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство. Сейчас подготовлен проект федерального закона, который упрощает процедуру этого строительства в населенных пунктах, потому что есть нюансы по зонированию. Вот у нас, в общем-то, одна из проблем, и, наверное, это основная проблема в реализации этой программы на территории округа, когда земельный участок хочется использовать, например, под строительство индивидуального жилого дома, но правила землепользования и застройки не позволяют этого сделать. Мы вот сейчас конкретно говорим о населенном пункте деревни Куя. И, соответственно, человек вынужден инициировать изменения в эти правила, что также было услышано, в общем-то, на федеральном уровне, и проект закона федерального содержит в том числе такой момент, когда граждане вправе не год думать по виду разрешенного использования, а два, то есть с учетом того, что вынуждены менять правила землепользования и застройки. Поэтому вот эти нюансы учитываются в проекте федерального закона, и в дальнейшем, облегчая жизнь гражданам, возможно, покажут нам больше интерес к этой программе и на территории нашего региона. Но пока вот эти нюансы есть. Да, в основном это индивидуальное жилищное строительство, как показывает программа не только в арктической зоне, но и на Дальнем Востоке это порядка 43% всех желающих хотят строить там жилые дома. Ну, а дальше уже это может быть на межселенной территории, как мы, в общем-то, уже и ранее говорили, личное подсобное хозяйство, так называемые избы у нас в округе достаточно востребованы, охота, рыбалка, туризм, ну, в общем-то, любая и предпринимательская, в том числе, деятельность, которая, в общем-то, не противоречит законодательству. А с учетом того, что на межселенной территории у нас нет каких-либо ограничений в виде град-регламентов каких-то, соответственно, ну, в общем-то, там можно под все что угодно, по сути, брать землю. Ну, вот по населенному пункту я сказала, нюансы есть, но там главное, что называется, попадать в зону. Ну, даже это, еще раз говорю, не проблема, если нести изменения в правилах землепользования. Просто вот сейчас, да, мы вынуждены такие задачи перед собой ставить, чтобы как можно больше расширять возможности гражданам участвовать в этой программе. А как это будет проверяться? Вот два года прошло, и как-то будет это проверяться, под что использована земля? Дело в том, что эта обязанность человека уведомляет орган о виде разрешенного использования, который он желает установить для своего земельного участка. То есть сейчас для того, чтобы заключить договор, не обязательно определяться под что. То есть я заключил договор безвозмездного пользования, взял земельный участок, и под что я его буду использовать, я имею право думать год. Вот проект федерального закона позволяет мне, ну, пока он еще не принят, но в дальнейшем у меня такая возможность будет в течение двух лет думать. То есть это, опять же, все оправдано с точки зрения вот тех препятствий, которые мешают человеку реализовать свои истинные цели, под которые он брал этот земельный участок. Опять же, не выдумывать какие-то ненужные виды разрешенного использования, не отказываться от земли вовсе, если он не может сейчас, да, допустим, на нем строить то, что он хочет, а взять вот эту паузу и на законном основании потом построить то, что можно будет построить в этой зоне. Ну, здесь еще параллельно, надо сказать, идет процесс упрощения изменений всех этих документов, то есть параллельно идет, как мы видим из тех документов, которые нам поступают, да, с федерацией, процесс уменьшения сроков принятия решений, сокращения каких-то моментов по публичным слушаниям, то есть упрощение этих процедур, какая-то их информатизация, возможно, ну, то есть сейчас все к этому, в общем-то, идет, и все направлено на то, чтобы человеку жизнь упростить, никак не усложнить, и чтобы как можно меньше он барьеров встречал в этой программе конкретно, ну, и, естественно, в других каких-то моментах взаимоотношений с государством, в том числе. Вы сказали, 54 человека уже изъявили желание взять участки? Да, у нас 54 человека изначально подали заявки, из них не все, конечно, дошли до конца, 11 заявок было аннулировано, по двум заявкам мы отказали, потому что не было тех документов, которые требуются по законодательству предоставить в орган, соответственно, вот остались 41 заявка, которые, в общем-то, получили положительное решение, и 41 договор у нас заключен, 36 уже прошли регистрацию, и вот у нас, в общем-то, 5 договоров, один на стадии регистрации в Росреестре и 4 на подписи у граждан. Надо сказать, что в целом понятно, что если вы зайдете на сайт Дальний Восток РФ, вы увидите общий срок, если участок не следует образовывать, 20 дней. Ну, это в том случае, если он образован. У нас, как правило, вы понимаете, мы участки специально не формировали, то есть сказать, какое количество участков сегодня осталось, я не могу, потому что нет такой цифры, а есть только площадь, о которой я уже сказала. И, соответственно, говорить о том, что не требуется участок формировать, мы не можем, поэтому мы в любом случае берем вот это дополнительное время на формирование земельных участков. Поэтому этот срок у нас, естественно, будет не 20 дней, а чуть побольше, но в среднем в 30-дневный срок, 30 календарных дней, мы укладываемся от момента подачи заявки до заключения договора. То есть в течение 30 дней человек может, если сам нигде, скажем так, не приседает с какими-то действиями с его стороны, то в течение 30 дней можно получить договор на земельный участок, на свой гектар в безвозмездное пользование. А дальше уже идет история подписания, и тоже тут все зависит от человека. Вот иногда у нас договоры висят по нескольку недель. Ну, такое возможно. ФИС это позволяет делать на портале. Соответственно, ну вот тут мы уже повлиять мало можем на человека, поэтому тут единственное, что ждать. Ну, а дальше уже идет регистрация. Все через программу, через портал. У нас все заявки идут через портал. Мы людям сразу объясняли, что выгоднее это делать через портал, потому что вам не нужно будет тратить деньги на кадастровые работы. То есть вы просто рисуете на портале участок, все это автоматически формируется, уходит нам. Дальше мы утверждаем эту схему, и все это через Росреестр. И, в общем, все это вот ходит в этом электронном поле, скажем так, на портале. Конечно, у человека есть право принести эту схему на бумажном носителе, и через МФЦ, и непосредственно к нам. Но с учетом пандемии, я думаю, что сейчас это не очень актуально, поэтому все, естественно, пользуются электронными сервисами. Это очень удобно и дешевле гораздо. И, в общем-то, и по времени тоже. Соответственно, вот все эти заявки у нас пришли через портал. Я думаю, что так мы дальше и будем продолжать работать. А кто-то уже начал свою какую-то хозяйственную деятельность на тех участках, которые я там выбрал? Вот смотрите, опять с учетом того, что уведомления нам пока не поступали о видах разрешенного использования, мы предполагаем, что там деятельность никто никакой не ведет. Но мы прекрасно понимаем, и это, в общем-то, практика и Дальнего Востока, что есть объекты, которые когда-то там находились. Понятно, что каких-то особых жестких требований по их оформлению не было, да, это вот в последнее время, естественно, законодательство стало более серьезно обращать внимание на самовольные постройки и так далее. Какие-то объекты там есть, мы допускаем, которые были раньше там возведены, но не были оформлены. И, в общем-то, эта программа позволяет гражданам оформить, официально легализовать свои те же самые избы и уже, в общем-то, в правовом поле ими владеть, платить налоги, пользоваться и, в общем-то, не бояться, да, что эта постройка может быть признана самовольной или еще каким-то образом, да, ликвидирована. То есть, в принципе, мы допускаем, да, и такая вероятность есть, и мы это знаем, в принципе, да, что, в общем-то, ездят все тут недалеко проехать, посмотреть, что есть объекты. Но говорить о какой-то прям хозяйственной деятельности, я думаю, пока не приходится, если говорить о предпринимательстве или еще о чем-то, потому что, ну, в самом законе федеральном 119-м сказано, что любая подобная деятельность, если она, тем более, требует каких-то дополнительных разрешительных документов, она должна вестись именно на их основании. Но нам пока вот уведомлений о каком-то предпринимательстве или о каком-то туризме, вот не было. В основном все это либо избы, либо охотно-рыбалка, либо ИЖД. Вот. А там, ну, именно вот прям, чтобы хозяйственная деятельность, ну, может быть, да, какая-то стройка ведется, ну, в общем-то, она может вестись там в рамках того, что человек выберет потом. То есть этот момент не завязан на уведомлении, то есть я могу начать что-то строить, у меня есть год на то, чтобы подумать, под что, вот я, допустим, решила сначала дом построить, потом думаю, нет, могу что-то другое построить, и вот передумал, и уведомление уже направилось с учетом того, что он начал строить. Ну, вот этот момент не завязан на уведомлении, именно по факту строительства. А так, ну, вот официальных пока уведомлений у нас нет. Еще раз говорю, год течет у каждого свой, это не какая-то дата-отсечка, это конкретный договор с конкретной датой, и, соответственно, оттуда мы считаем год. Вот, поэтому пока вот ждем. Пока ждем, наверное, до вот следующего сентября, когда уже первые договоры заключенные, там, сентябрь, октябрь, вот, будут уже отсечены. И тогда мы будем понимать, под что люди конкретно будут этот участок использовать. Ведь это потом основание, в том числе для расторжения договора, когда человек вдруг по каким-то причинам использует не по назначению участок, ну, это не даст ему в дальнейшем возможности его либо в собственности оформить, да, либо в аренду. То есть вот эти моменты, они важны не столько сейчас, сколько для дальнейшего оформления правоотношений с человеком. Вот, получается, я захожу, значит, на портал, выбираю на экране компьютера, ну, допустим, у меня где-то баня стоит, там, где-то, да, и я должна найти, правильно я понимаю, то есть я должна найти эту баню где-то на карте, отметить эти границы, или просто вообще, если мне ничего не стоит, я просто должна... Нет, вы можете, в принципе, взять участок, и бани, они, как правило, нестационарные, можете перенести ее условно, да, если есть такая возможность. Если вы попадете в свою баню, это вообще прекрасно, то есть она же у вас не стоит на кадастровом учете, и она не мешает никому, естественно. Поэтому, естественно, вы можете в нее попасть, ее оформить, можете не попасть, может кто-то попасть на вашу баню, и там уже, да, могут быть такие нюансы, но вот пока мы с такими не сталкивались вещами, и здесь, видите, с учетом того, что все-таки это нежилое строение, и некапитальное, по сути, и не может вот прям серьезно затрагивать жилищные права граждан, да, здесь у нас таких опасений нет, потому что, по сути, это нелегальная постройка. Но вот что касается населенных пунктов, там такая ситуация может быть, и, соответственно, почему мы и не взяли в эту программу территории населенных пунктов, потому что там можно попасть на чужой дом, в доме могут жить люди, по разным причинам они могут на сегодняшний день не оформить свои права ни на дом, ни на землю, такие ситуации есть. И, в общем-то, для этого принимаются, для таких людей, да, ряд федеральных законов приняты, и 518 у нас вот федеральный закон помогает нам выявлять вот такие постройки. Наши законы были приняты еще тоже в 16-м году, изменения в 671 УЗ, где мы тоже давали право гражданам оформить, у нас есть такое право, там до 25-го года оформить вот старые постройки, индивидуальные жилые дома. То есть такая вероятность есть, и исключительно потому, что там по факту живут люди, мы, конечно, эту историю на населенные пункты пока распространять не готовы. Потому что, ну, не все еще у нас, понятно, оформили дома в населенных пунктах, не все какие-то постройки свои оформили рядом с домами, поэтому на населенные пункты мы пока не готовы эту программу распространять. Но на межселенной территории такое не исключено, и да, либо надо попадать, либо надо понимать, что это изба или баня должна быть перенесена на свой участок, либо вообще убрана, потому что, по сути, это самовольная постройка. Как вообще потом свой участок найти? Вот ты на карте его выбрал, и потом что делать? Как его искать в тундре? Ну, вот для этого, в общем-то, и существуют услуги кадастровых инженеров. Мы как раз для этого принимали отдельный закон в части того, если вы не можете самостоятельно по GPS-навигатору определить координаты своего участка, которые, в общем-то, у вас должны быть выписки, указанные на земельный участок после того, как он встанет на кадастровый учет и появится кадастровый номер, вы можете заказать услуги кадастрового инженера. И, в общем-то, мы устанавливали предельно максимальный размер стоимости таких услуг в округе. Так, сейчас не дать бы соврать, 46 тысяч у нас, по-моему, такая стоимость установлена. То есть за межевание участка, за вешки вот эти. В общем, по комплексу услуг, связанных с гектаром, вот такая сумма должна быть не более. Ну, скорее всего, она будет менее, потому что сам участок вы уже, по сути, замежевали на портале, и вам только достаточно вот эти вешки обозначить, чтобы вы не перепутали границы своего участка. Ну, это будет значительно меньшая сумма, я полагаю, с учетом того, что у нас здесь сам населенный пункт недалеко от города находится, да, то есть не придется кадастровому инженеру далеко куда-то лететь и, соответственно, какие-то расходы нести в связи с этим. Вот поэтому здесь можно выйти в ситуацию таким образом. То есть либо забить в навигатор и попробовать самому определить, либо заказать услуги кадастровых инженеров. У нас на сайте управления есть данные о всех тех людях, которые у нас работают на портале. На Дальнем Востоке РФ тоже, по-моему, они есть. Вот этот момент я единственное буду уточнить. Ну, в любом случае, на сайте управления они есть, и можно телефон взять, позвонить и заказать такую услугу. А вот с 1 февраля разрешили же всем жителям России заключать договоры. Да. Вы сказали, что ажиотажа нет. Вообще хоть кто-то интересуется? Вообще интересна наша территория для кого-то? К сожалению, пока нет. У нас ни одной заявки нет из других регионов на наш арктический гектар в Ненецком округе. Но вот еще раз, это, опять же, на мой взгляд, связано с труднодоступностью территории, с тем, что мало кто знаком с ее и местоположением, и особенностями. И, как видите, даже местные жители не все готовы, значит, участвовать в этой программе. Ну, а про остальные регионы тоже понятно, и говорить нечего, что называется, потому что, ну, действительно, территория очень сложная для освоения, и, ну, сложно здесь такую компанию информационную привести, чтобы показать всю привлекательность. Мы здесь с вами живем, мы знаем, чем привлекательна эта территория, но в то же время мы понимаем, каких она требует вложений, затрат для того, чтобы, ну, она была не в запустении, не взять ради того, чтобы взять, а чтобы, ну, она была под присмотром, ухаживать. Земля все равно требует ухода, понимаете, это не просто кусок, который вот взял и лежит. Нет, она должна быть вовлечена, должна быть вовлечена либо в какую-то хозяйственную деятельность, либо в туристическую, ну, либо это природа, которая вот храняется, да, и никем не возделывается, с учетом ее какой-то уникальности природоохранной и так далее. Ну, то есть, вот такие моменты. А здесь вот взять участок ради того, чтобы просто было, ну, смысла никакого нет. Почему? Потому что вы же потом налог будете платить с гектара. Это надо будет потом вот эти расходы тоже учесть через пять лет. То есть пять лет вы попользуетесь землей, а дальше это собственность бесплатная. Все такое собственность, это налог, в любом случае это земельный налог. То есть и граждане, естественно, об этом думают, то есть не на ближайшую перспективу, а с перспективой дальнейшего пользования землей, естественно, понимают, что им, допустим, гектар не нужен. Кому-то вот кто-то принципиально, мне не нужен гектар, да, мне нужна изба, но я возьму вот, допустим, там, две сотки, вполне мне достаточно. И это разумно, адекватно, потому что человек рассчитывает на свои силы в дальнейшем по налогообложению, понимает, что ему нужно будет платить. А вот как раз особо охраняемые территории и заповедные зоны, как программа учитывает эти? Ну здесь мы идем исключительно по федеральному закону 119, который запрещает нам в такие территории, которые включаются в программу, включать особо охраняемые природные территории, территории традиционного природопользования, пограничную территорию мы туда не включили, все, что касается территории общего пользования, земель под автомобильные дороги. Ну, в общем, все территории эти обозначены в федеральном законе, и мы такие исключили. Более того, мы исключили леса полностью, у нас лесных участков нет в программе, потому что у нас все леса 100% защитные, и, соответственно, они тоже выпадают из этой программы. В других регионах, например, вот у наших соседей есть лесные участки, и в Архангельской области, и в Республике Коми. Там есть не 100% защитные леса, те, которые могут быть вовлечены в эту программу, но там тоже есть нюансы, например, в собственность такие участки взять нельзя, и, может быть, они интересны жителям этих регионов там с точки зрения заготовки древесины каких-то вот видов деятельности, связанных вот именно с этим предпринимательством, например, и так далее. Но с точки зрения оформления вот в собственность там есть ограничения, ну и вообще, в принципе, с лесными участками там есть нюансы. Поэтому, ну, жителям проще, наверное, где-то за пределами вот таких территорий получить землю, чтобы, ну вот, меньше манипуляций каких-то совершать, там, согласование, разрешение и так далее. Потому что, еще раз говорю, леса это охраняемый объект, и, соответственно, нельзя так просто прийти, взять гектар и вот в собственность потом оформить. Это четко говорит федеральный закон, и у нас пока таких территорий нет. А водные объекты? То же самое касается водных объектов. Водные объекты у нас в эту территорию и не включены, поэтому у нас такая многоконтурная территория, если вы увидели наш 273 окружной закон, они не могут быть включены, но и охранной зоны, так скажем, у них вот как таковой официально в реестре границ нет, поэтому люди могут вот на берегу условно поставить какую-то избушку, там, какую-то баню, там, не знаю, оболок. Ну, вот, то есть это не препятствие, что люди и делают, в общем-то. Почему у нас это и интересно с точки зрения охоты, рыбалки, туризма и так далее. Потому что сама по себе территория, мы понимаем, это тундра, это усыпанная территория озерами, водоемами, какими-то ручьями и так далее. Но, тем не менее, ограничений нет, запретов нет. Территория, как мы видим, востребованная, пусть не у большого количества людей, да, и не вся, но тем не менее. Поэтому мы вот пока таким образом в программе участвуем и реализовываем этот федеральный закон. А, конечно, сами водоемы нет, не водоемы, не леса. А почему возникла необходимость дополнить еще территории, в эту программу включить, для чего это нужно и что за территории поподробнее попали? Ну, на самом деле, как таковой прям потребности не было. У нас была рекомендация Общественного Совета Арктической Зоны сделать это, потому что, ну, изначально мы один из тех регионов, которые предлагали небольшую территорию под программу. Ну, в общем-то, особенности региона мы показали коллегам из Минвостока развития, и депутаты с нами согласились. У нас вся проблема в том, что регион весь, по сути, разделен между оленеводческими хозяйствами и вся территория округа, ну, 95%, да, условно, находится в аренде у оленеводов. А по федеральному закону, кроме того, что нельзя особо охраняемые природные территории, да, и другие подобные территории включать, нельзя включать территории, которые обремены правами третьих лиц. Соответственно, вот из всего того, что было свободно и было удобно, скажем так, для пользования гражданами, то есть, вблизи каких-то населенных пунктов, да, чтобы все равно была хоть какая-то минимальная транспортная, инженерная инфраструктура, вот мы эту территорию выбрали. Она оказалась свободна от прав третьих лиц, там не было предоставлено этой территории, оленеводам, соответственно, мы ее и предложили включить, потому что во всех других точках мы натыкались на какие-то ограничения, то есть, либо погранзона, либо права оленеводов, либо еще какие-то нюансы, которые не позволяли нам территорию включать, потому что она однозначно попадала в территорию нельзя. Это вот как раз вот в эти поименованные в федеральном законе территории. Соответственно, мы предложили Кую, мы предложили межселенную территорию свободную, мы учли мнение жителей Красного, которые тоже, вроде как там возле Красного у нас была территория, ну, люди там собирают грибы, ягоды, вот не хотят. То же самое у Пеши мы спрашивали, да, и у Омы, тоже люди там есть территории, но не захотели ее предоставлять в программу, потому что там грибы, ягоды собирают, и вот не хотят ограничения какие-либо по этой территории иметь. А очевидно, что если она будет, территория включена в программу, там будут люди брать землю, будут, ну, условно, ставить заборы, и да, конечно, другие уже люди не смогут там ходить и ягоды свободно собирать. Соответственно, вот эту территорию мы взяли, которая, в общем-то, была согласована и с главой Приморско-Куйского сельсовета, и с жителями деревни Куя, и, соответственно, в самой деревне Куя по предложению главы мы территорию дополнительно в 12 гектаров включили. И глава сам предлагал порядка 15 гектар, но мы из нее вырезали объекты, которые там по факту находятся, чтобы опять, как и говорите, правильно, никто никуда не попал, ни на какой объект существующий. И вот получился у нас гектар 12, да, на сегодняшний день. И вот этот кусочек мы предлагаем включить в закон. Это муниципальная собственность, предлагать ее будет также через портал муниципалитет. Они также зарегистрируются, как и мы. В общем-то, всю методическую помощь мы им окажем, какая нужна будет. Поэтому здесь это нормальная практика, ведь, наверное, у нас у единственных из арктических субъектов, у которых полномочия перераспределены. А так-то, в общем-то, это все муниципалитеты и делают в других регионах. Вот. Поэтому это было сделано исключительно на основании рекомендаций общественного совета, потому что у нас изначально мало было земли. Ну и по предложению главы Приморско-Куйского, у него есть территория, которая не востребована. И, ну, логично, что ее нужно вовлекать в оборот. Почему бы не по этой программе? Потому что очень упрощенный механизм, и людям интересно в самой деревне, где есть электричество, какие-то минимальные там условия для жизни. Взять эту землю под строительство ЕЖД, в первую очередь, конечно. То есть, получается, в населенных пунктах охотнее и вблизи населенных пунктов охотнее берут землю? Да, конечно. Потому что, опять же, самое основное, это индивидуальное жилищное строительство по виду разрешенного использования. И это, естественно, проще делать в населенном пункте. Хотя, повторюсь, я вот уже говорила, что на межселенной территории также можно построить, например, индивидуальное жилищное строительство, да, какое-то возвести. И это будет тоже земли населенных пунктов. В голове у нас не у всех это укладывается, но это так, такое возможно в рамках федерального закона 119-го. У нас теперь нет привязки категории земли населенных пунктов к населенному пункту. Вот именно в рамках этой программы гектара в Арктике, да, так называемой, это возможно. Это возможно. Ну, конечно, с точки зрения инфраструктуры, людям проще, дешевле все-таки это делать в населенных пунктах. То есть, получается так, вот я, допустим, не хочу 10 гектар брать, вот есть эти наделы какие-то, да, я выбираю, и может, вот я выбрала, кто-то еще выбрал, и может остаться там, ну, гектар, грубо говоря, бесхозный, правильно? Может такое быть, да. И что тогда с этой землей? Ну, во-первых, она будет дальше вовлекаться по программе, вдруг кто-то захочет, ну, а так, нет, она и будет в программе участвовать дальше. Ну, до тех пор, пока мы не исключим, но исключать мы тоже должны, понимаете, на ком основании. То есть, просто потому, что сейчас она не востребована, ну, она может быть завтра кем-то востребована. Вот, а так, ну, да, пока никто не занимает эту землю, вы можете по ней перемещаться свободно. Ну, то есть, программа будет действовать до последнего гектара, пока все гектары не разберут, правильно? Ну, по сути, да, если не будет каких-то изменений в федеральном законодательстве глобальных, да, которые там повернут программу в какое-то другое русло, мы не знаем. Ну, вообще, да, вообще, ограничений у программы нет по сроку. То есть, она бессрочная, скажем так. А вот эти 41 человек, которые зарегистрировались, которые сейчас в программе, то есть, получается, на сегодняшний день разобран 41 участок? 41 участок, 30 с небольшим гектар. То есть, не все ведь участки у нас ровно гектар. Это достаточно сложно. Я сама лично пробовала вот на портале буквально на днях нарисовать участок, просто в качестве проверки работоспособности портала и всех этих нюансов, насколько это все интуитивно доступно. Абсолютно доступно, абсолютно все понятно. То есть, вам главное зарегистрироваться в личном кабинете. Можно делать через портал госуслуг, через ЕСИА, так называемый, и либо просто вот зарегистрироваться на портале. И в личный кабинет зайти. То есть, вам всплывает карта, вы выбираете регион непосредственно. Ну, сейчас вы уже можете с 1 февраля любой регион выбрать, не только Ниньский округ, вы можете по всей Арктике, что называется, пройтись. И вот единственное там такой момент, может быть, качество картинки не очень, да, и может, с учетом интернета у нас что-то, не быстро работать, но в целом, если вот подождать и дождаться вот в увеличенном виде, вы прямо увидите, какие участки есть. Там не все, конечно, участки не высвечиваются, уже занятые. То есть, вам просто не даст программу, то есть, вы будете, допустим, вот я просто нарисовала квадратик, мне сразу программа сказала, извините, вы нарисовали больше одного гектара, вам необходимо скорректировать вашу схему. И да, я нажала изменить, значит, редактировать и уже квадратик поменьше там условно нарисовала, да. Кто-то у нас треугольники рисует, правда, здесь уже ограничений нет, к сожалению. К сожалению, потому что это создает через полосицу вот эту так называемую, что по земельному кодексу, по сути, должно исключаться. Но, вот еще раз говорю, вот на то она и программа, вот эта вот гектара в Арктике такая свободная, такая простая, без ограничений. К сожалению, вот может быть, действительно, мы думали об этом, стоило нарезать участки, да, вот как вы говорите, вот какое количество участков, вот по количеству, может быть, было бы проще. Но, опять, требований никаких нет, и нарезать участки это опять бюджетные средства расходовать лишние. Зачем? Хотя, может быть, было бы проще, знаете, всем одинаково нарезать и раздавать. Но, опять, здесь в какой-то степени мы и, скажем так, волю граждан немножко вот тут ущемляем, в каком смысле. Ну, вот кому-то не нужно столько, кому-то нужно меньше, кто-то может взять и, там, не знаю, сто квадратных метров, вот мне столько надо, и все. То есть здесь мы не можем ограничивать людей, и в этом вся суть программы. То есть, чтобы человек самостоятельно вот взял то, что ему нужно, и дальше уже использовал по назначению. Алексей Владимирович, в конце программы, вот скажите алгоритм действий. Вот все-таки вот человек посмотрел и решил, что ему нужен гектар. Ну, может, не гектар, но, короче, земля нужна в Нянинском округе. Что нужно сделать? Ну, лучше зайти на портал, на Дальний Восток РФ, зарегистрироваться в личном кабинете и интуитивно по тем ссылкам, которые вам там будут высвечиваться, идти. То есть, конечно, в первую очередь нужно нарисовать участок себе. Как только вы направите участок на утверждение, мы это все в кабинете увидим, мы сразу видим, что подана заявка, открываем, смотрим, участок никуда не попадает, все хорошо, по площади тоже все хорошо, мы издаем распоряжение об утверждении схемы. Если куда-то попадает, мы можем скорректировать участок и направить человеку обратно с просьбой либо согласиться на эту схему, либо предложить какой-то свой другой вариант. Эта переписка может длиться какое-то время. Если все хорошо, мы берем идеальный вариант, когда схема утверждена, мы направляем это решение в Росреестр, участок появляется на кадастровом учете. Как только он появился на кадастровом учете, это тоже мы все делаем через портал, мы уже принимаем решение о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и направляем человеку договор. Все. И мы тоже это делаем через портал. Единственный нюанс сейчас это необходимость распечатать и подписать живой подписью. Проект федерального закона тоже эту проблему решает и мы надеемся, что с 1 января 2023 года, когда будет уже федеральная информационная система доработана, это будет все можно делать в электронном виде, электронными подписями и с нашей стороны, и со стороны человека. А сейчас вот это единственный нюанс, когда приходится вот прям ногами приходить и подписывать иногда что-то к нам в управление, либо распечатывать у себя дома или где-то находить возможность, значит, расписываться и отправлять нам скан. Вот это единственный неудобный момент. А так вот процедура, она вся на портале, вся со сроками. У вас там будут часики в кабинете тоже висеть, у нас они висят по каждой заявке, мы понимаем, сколько дней осталось до того или иного действия, часов и так далее. То есть все это интуитивно понятно и очень, скажем так, клиентоориентированно. Для граждан это будет очень удобно. Вот, по крайней мере, кто пробовал, кто подавал нам заявки. Ну, во всяком случае, мы жалоб не слышали, к нам не поступали. Спасибо, Анастасия Владимировна. Программа подошла к концу. Я напоминаю, что мы говорили о программе «Арктический гектар» с начальником управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа Анастасия Голговская. До свидания, до встречи в эфире.